Карайчевка. Село в Бутурлиновском районе Воронежской области. Административный центр карайчевского сельского поселения. Название села Карайчевка традиции и народные предания связывают с Карачевым логом, в котором в далекие времена росло огромное количество карачника, были непроходимые заросли его. Первые жители и основатели села появились у Карачева лога в 30-х годах XIX века. Первыми жителями были переселенцы села Мечетки Бобровского района. В 1895 году в селе Карайчевка насчитывается около 120 дворов. Село представляло собой в то время характерное поселение среднерусского типа. Жили крестьяне в хатах, под соломенной крышей, кто побогаче в домах в пятистенках, где имелась горница. Лес на строительство брали из шипового леса. Изба делилась на хату и сенцы. Сенцы занимали половину строения. В сенцах хранились продукты прошлого урожая, овчины и другие атрибуты крестьянского хозяйства. В хате обстановка была самая примитивная. Русская печь, которая топилась дровами и соломой. С нее можно было попасть на палате. Кровати были очень редки. У попа, сельского учителя и некоторых богатых семей. Место хранения кухонной утвари представляло собой длинную полку около печи, грубо сколоченный пол и лавки. Семьи были большие, по 10-16 человек. Основное занятие населения было хлебопашество. Своего барина у карачевцев не было. Все крестьяне входили в крестьянскую общину. Общину наделяло крестьян землей по количеству мужских душ. На женщин земли не давали. Развиты были в селе ремесла. Женщины пряли сукно и ткали полотно из конопли. Плели кружева и вышивали. В селе имелась торговая лавка, в которой местные жители также приобретали одежду. Были в селе кузнецы, бондари и столеры. Большинство жителей села были малограмотными и неграмотными. Обучение крестьянских детей производилось в церковно-приходской школе. Сначала учил дьякон, затем был прислан учитель. Первую школу построили в 1930 году у сельского пруда. В 1986 году была построена новая кирпичная двухэтажная школа. Культурным центром села с самого начала его основания была церковь, построенная в середине XIX века. В 1930 году коммунисты села с церковь сломали и сделали из нее сельский клуб. А в 1989 году сельский клуб был сломан. В настоящее время в селе имеется приспособленное здание под клуб. В 1917 году на территории села Карачевка был организован Карачевский сельский совет народных депутатов, трудящихся Бутурлиновского района Воронежской области до 1934 года. В июне 1934 года, согласно постановлению от 13 июня 1934 года, центрально-черноземная область была разделена на Курскую и Воронежскую области. Во время Гражданской войны проезжавшая часть белоказаков на глазах жителей села расправилась с молодыми ребятами-красноармейцами. Местные жители села захоронили их и поставили памятник, который существует по настоящее время. После Гражданской войны не прошла стороной коллективизация и Карачевку. В 1930 году в селе создается коллективное хозяйство «Труд». Вначале оно объединяло 22 хозяйства. В 1931 году в колхозе «Труд» состояло 150 хозяйств. Первым председателем колхоза был избран Никита Иванович Баутин. После Великой Отечественной войны колхоз стал укрепляться. В 1959 году в него стали объединяться близлежащие маленькие колхозы. Поселок Пирамиды, поселок Троицкий, поселок Алексеевский, поселок Репный, поселок Верхние Озерки, поселок Благовещенский. Название новому колхозу дали Родина. Председателем колхоза стал Кравцов Анатолий Яковлевич. В тяжелые перестроечные времена колхоз распался. В данное время на территории поселения из числа крупных фермеров работает ИП, глава КФХ Банов А.И. В 1930-е годы XX века была открыта изба читальня, библиотека. Располагалась она в одном здании с ФАПом в бывшем Поповском доме. Фонд ее насчитывал несколько десятков книг. С каждым годом библиотечный фонд пополнялся. Сейчас он насчитывает 4000 экземпляров книг. Все работники библиотеки принимали активное участие в культурной жизни села Карачевка. В 1986 году было построено новое здание, которое перевели библиотеку и ФАП. Многие жители села были участниками Великой битвы с фашизмом. Многие из них погибли. В 1975 году, к 30-й годовщине Победы, в годы Великой Отечественной войны, в селе был сооружен мемориал. Карачевское сельское поселение расположено в 30 километрах от районного центра. На востоке Карачевское сельское поселение граничит с землями Козловского сельского поселения протяженностью 10,8 километров. С юга и с юго-запада граничит с землями Нижнекисляйского городского поселения протяженность границ 14 километров. С запада и с северо-запада Карачевское сельское поселение граничит с землями Бобровского муниципального района протяженность 16 километров. На северо-востоке полтора километра границы проходят с землями Озерского сельского поселения. Общая протяженность границ Карачевского сельского поселения составляет 41 603 метра. В настоящее время на территории Карачевского сельского поселения проживает 1035 человек. Здесь живут люди разных национальностей – русские, украинцы, белорусы, армяне, турки-месхитинцы, чуваши. В 1987 году в село приехали армяне из Азербайджанской СССР. В 1989 году турки-месхитинцы из Ферганской области, Узбекской СССР. Население живет дружно, без конфликтов. В Карачевское сельское поселение входит 5 поселков – Троицкий, Алексеевский, Репный, Благовещенский, Верхние Озерки – и два села – Карачевка и Пирамиды. В селе Карачевка работает ФАП, отделение связи, МОУ Карачевская школа, в которой обучаются около 100 человек, библиотека, сельский клуб, Нижнекисляйский торговый филиал номер 6, магазин «Ухты», магазин КФХ «Банов». На землях поселения работают 10 сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются растеньеводством. Имеется 8 водоемов. В старые времена в селе действовал Покровский храм. Из мечетки ходил в храм молиться верующий брат Матвей. За селом бил родник. Брат Матвей ходил молиться и общаться с Богом и к этому роднику. После его смерти вода из родника стала чудодейственной. Со всего края люди стали ездить сюда за водой. На крещение местные жители обливаются этой водой. Жители поселения ходят к этому источнику молиться Богу. Родник благоустроили и повесили иконы. На территории Карачевского сельского поселения работает туристическая база «Золотой Сазан» на 50 мест. На базе открыты аттракционы, работает прокатка квадроциклов, снегоходов, лыж, велосипедов. Есть волейбольные, баскетбольные и пейнтбольные площадки. Отдыхающие могут заняться рыбалкой. Проходят экскурсии по достопримечательным местам Воронежской области, прогулки по Дону. Здесь отдыхают люди со всех регионов нашей страны. Бывают и зарубежные отдыхающие, из Германии, Китая, Таиланда. В селе Карачевка есть и улицы. 50 лет Октября, улица Ворошилова, улица Гагарина, Интернациональная, Красная, Крупской, Молодежная, Октябрьская и Февральская.